Всем привет, с вами канал AlexDNPro и сейчас я расскажу вам о том, почему батарея вашего устройства очень быстро разряжается. Итак, основных причин может быть две. Первая это аппаратная и вторая это программная. К аппаратной причине можно отнести проблемы с самим устройством и проблемы с самой батареей, что чаще всего встречается. К программной можно отнести, первое, высокая потребляемость самих приложений и, скажем так, глюк, уже приобретенный, скажем так, вашим устройством. Ну что ж, давайте, наверное, начнем с первого, самого простого. Итак, для начала давайте проверим, какие приложения у нас сейчас запущены. Для этого просто нажмите левое, как правило, на устройствах идет такие два окошка, или если у вас в виде домика по центру кнопка, зажимаете ее, держите секундочку, и у вас выскакивает вот такая вот лента с приложениями, которые запущены. Просто их вот так вот закрываем. Никогда не забывайте этого делать, особенно если вы запускали какие-то приложения емкие, там, игры различные. Проверяйте, опять же, Wi-Fi, это понятно. Также, если это результатов вам не дало, заходите в настройки. В настройках можно проверить состояние вашей батареи, выбрав раздел батареи. Здесь, собственно, показывает, какие процессы были запущены и которые потребляют у вас энергию больше всего. Как видите, процессы кое-какие есть, да, запущенные были. И, собственно, расход. Если какое-либо из приложений у вас стоит вверху списка, то значит что-то не то. Так как Wi-Fi это самое, так сказать, мощное устройство на телефоне, Wi-Fi-модуль, который садит батарею. Если у вас какое-либо приложение будет сверху Wi-Fi, то значит с этим что-то не то. Также отключение самих приложений, остановка самих приложений. Вот мы сейчас открывали ленту, да, вот так вот, и убирали приложение. Не все приложения, так сказать, останавливаются, прекращают свою работу. Некоторые необходимо закрывать именно через приложение. Допустим, заходим в приложение, ну, нажимаем, допустим, сюда, да, вот. И есть вот конкретный пункт остановка. После нажатия остановки мы окончательно останавливаем работу. Так как есть вариант активные, да, которые здесь есть. Здесь есть еще вариант приложения в системные процессы, которые запущены, так сказать, пылью у нас, да. Вот мы сейчас их скрыли. То есть если это вам тоже результата не дало, то, скорее всего, у вас проблема именно в аппаратном. Но, опять же, насчет программного еще что хочу сказать. Бывает такое, что засоряется самооболочка Android со временем и необходимо произвести сброс до заводских настроек. Здесь, собственно, ничего сложного нет. Восстановление и сброс. Есть такой пункт в настройках. То есть сброс настроек, сброс DRM, сброс сетевых настроек. То есть сброс настроек. Нажимаете. Сброс настройки телефона. Полностью все удаляется. Все, что было. Для этого предварительно необходимо сделать сохранение всех ваших файлов отдельно на компьютер или на SD-карту. Как правило, после сброса телефонно-заводских настроек все программные глюки, все ошибки у вас проходят. И после этого батарея начинает работать хорошо. Ну, что же касается аппаратной стороны проблемы, то давайте рассмотрим два основных способа их решения. Две основные причины. Итак, первое, на что следует обратить внимание, это на саму батарею. В каком она состоянии. Как вы видите, батарея слегка вздулась. Батарея уже старая, слегка вздулась. То есть в ней накопился газ. И, соответственно, внутреннее сопротивление батареи возросло. То есть это может быть одной из причин, почему у вас разряжается очень быстро батарея. В таком случае необходимо просто ее заменить. Второе, что может быть еще? Могут быть плохие контакты, которые идут на батарею. Вот эти вот. На старых телефонах их нужно было просто подгибать. Здесь идут пружинки. Здесь, как правило, они хорошие. Но рекомендуется иногда протирать сами контакты батареи спиртом. И сами контакты приемника телефона. Не рекомендуется их чем-либо царапать, так как покрытие на батарее и покрытие на приемнике стирается и потом начинает активно окисляться. В следствии чего будет возрастать постоянное сопротивление переходное. Так, это основные причины. Из дополнительных причин также могут быть такие, как активный нагрев дисплейного модуля. Скажем так, причина, такая поломка встречается очень редко. Вот у меня была на одном из телефонов ничего не запущено из приложений, а дисплейный модуль был теплый. Видимо, после какого-то очередного падения появилась такая проблема. Итак, для начала установите ваши причины, а затем их решайте. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наш канал.